Итак, друзья, всем снова огромный привет! Это видео должно было начинаться немножко по-другому, но так как у меня испортилась карточка памяти, то приходится некоторые моменты перезаписывать заново. В этом видео я вам расскажу, как я лечил ошибку P0411 на своем автомобиле летнем Skoda Octavia Combi, который я приобрел за 500 евро, то есть машина 2002 года выпуска, движок у нас AVU, который подобен движку BFQ. Так вот, когда я покупал автомобиль, горела ошибка Check Engine на табло, и я, в принципе, покупал автомобиль как кота в мешке, поэтому я даже не стал сканировать, я только позже уже узнал про эту ошибку, и понял, что она отвечает за вторичный наддов, то есть это ошибка вторичного наддова воздуха. А что такое вторичный наддов? Это то, что когда вы запускаете автомобиль, первые секунды, там, может, минуту где-то, у вас в выпускной коллектор подается чистый воздух, для того, чтобы прогреть катализатор. Так вот, ребят, давайте разберемся сейчас с системой подачи вторичного воздуха. Для начала снимем декоративную крышку на двигателе. Я работаю всего одной рукой, поэтому немножко сложновато, но, тем не менее, могу все уже показать. Вот у нас насос вторичного воздуха. Ну, самое простое, проверить его работоспособность, это подключить к нему питание плюс-минус. Вот, он будет дуть воздух. Здесь он, получается, забирает воздух, проверяем, что здесь нигде нет подсоса, хотя, в принципе, это не так критично, просто будет грязи больше лететь туда. Больше всего нас интересует, что он дует вот отсюда. Я снял трубку здесь, проверил, да, он дует. Теперь же давайте будем прочищать систему. То есть, как это делается? Я беру, снимаю вот эту трубку, то есть, просто надавив с двух сторон и потянув на себя. Вот, трубка снята, да. Теперь же у нас есть доступ ко клапану. С внутренней стороны здесь проверяем, что нету нагара. Если нагара нету, то все очень хорошо. Это значит, что клапан сам по себе воздух из выпускного коллектора вот сюда не пропускает. Если он будет так делать, здесь иначе вот это вот все может расплавиться просто, ну и насос тоже придет в негодность. То есть, он будет, получается, дуть прямо сюда в подкапотное пространство. Это неправильно. И, конечно, в воздушный фильтр. Там тоже будет очень много грязи впоследствии. Что мы сейчас делаем? Мы хотим сейчас прочистить этот клапан. И также, ну почему бы не прочистить сам катализатор, хотя бы так чисто символически. А что для этой цели лучше всего подходит? Да, конечно же, карп-клинер. То есть, я сейчас сделаю таким образом, что я не буду разбирать вообще здесь ничего. То есть, вот там вот идет трубка, которая прямо дует через этот клапан, прямо выпускной коллектор. Но к этой трубке подобраться, конечно, не так легко. Можно, но уже сложнее и уже нужен гаечный ключ. А мы хотим обойтись по минималке. Я делаю так. Беру и добавляю сюда карп-клинера. Прямо в клапан. После этого я надеваю обратно трубку. И сейчас, сейчас было бы неплохо запустить этот насос. А как это сделать? Запустить движок. Но при этом, конечно, в выпускном коллекторе будет образовываться давление. Потому что при запуске двигателя катализатор еще плохо пропускает через себя воздух. И получается так, что он как бы идет вот как раз таки в этот клапан и начинает его душить. То есть, насосу нужно сильно прокачать воздух. И желательно, чтобы двигатель при этом не работал. Так вот, либо мы используем вот такую вот перемычку. Либо я сделал вот такую вот обманку. То есть, смотрите, здесь у нас находится реле. Я снял с него крышку. Крышка у нас сейчас находится вот здесь. То есть, вот реле. На нем маркировка сотка. И получается, мы можем просто замкнуть его контакты. И при этом у нас насос включится. То есть, как я это делаю? Вот, то есть, релюшка. Я уже контакты почистил. Я вот так запустил. И то есть, сейчас у нас насос получается дует воздух прямо в выпускной коллектор. Но нам нужно проверить, что он продувает его. Что там нет просто какой-либо пробки. Как это сделать? Вот как раз таки для этого нам понадобится перемычка. То есть, реле по-хорошему все-таки лучше снять. Либо вам понадобится второй человек. Так вот, я второго человека звать сюда не буду. Я поставлю сюда перемычку. Как это делается, конечно же, вам сейчас покажу. То есть, осторожно. Так как у меня реле сейчас голое. Я снимаю его отсюда. То есть, держим, чтобы ничего не выпало. Вот. И сейчас, получается, я поставлю сюда перемычку. Вот на эти вот контакты. То есть, которые как раз таки с этой стороны. Вот так вот. У нас дует насос. А мы идем смотреть, что у нас там происходит на выпуске. Я специально подложил пакетик. То есть, видите. То есть, воздух у нас выдувается прямо вот сюда. То есть, здесь у нас сейчас давление. Это говорит о том, что у нас, по сути говоря, клапан рабочий. И насос у нас тоже рабочий. Он немножко нагревается, конечно же. Вот. Даже сам провод, он тоже немножко греется. Так как токи здесь все равно до 40 ампер. Так вот. Отключаем насос. И что мы получили? То есть, клапан мы, получается, таким образом потихоньку продуваем. То есть, добавляем немножко карп-клинера. Много не надо лить туда. Снимаем, естественно, трубку. Добавляем карп-клинера. И закрываем трубку. Включаем питание. И продуваем. То есть, я ничего не разбираю. Я просто карп-клинер прямо туда в трубку добавляю. Вот. Ну и здесь я почистил контакты. Проверил, что реле работает нормально. Также эти контакты почистил. Кстати, обратите внимание, там даже вот резистор есть. То есть, обычное реле сюда не подойдет. Нужно будет обманку делать с резистором. Ну вот. Такое вот релюшка. Такая вот релюшка. Сейчас получается систему. Я уже несколько раз так вот прочистил. Релюшку можно ставить на место. Сбрасываем старую ошибку. Здесь также все проверяем. И мы будем все обратно ставить. Достаточно, кстати, просто не снимая ничего. То есть, клапан я оставил на месте. Я его просто чищу. Я его не снимаю. Если будете снимать, то там... У меня двигатель имеет маркировку AVU. И вот там вот идет трубка. Вот давайте я ее вам покажу. То есть, вот там вот идет трубка. Вот. От этого клапана. Так вот. На двигателях BFQ этой трубки нету. А клапан, получается, дует воздух в сторону блока. Там идет свой канал, видимо, на выпуск. И поэтому там немножко по-другому. Там придется менять прокладку. Если будете снимать клапан между клапаном и блоком. Ну и также здесь прокладка вот между клапаном и вот этой вот вилкой. Или разветвителем, как ее назвать. То есть, вот такая же примерно прокладка, как вот здесь вот на EGR трубке, которая подключается к дросселю. Ну, то есть, все достаточно как бы по идее просто разобрать. Но на самом деле вот не хочется. И там, к тому же, у нас клапан EGR. И он все как бы вместе собрано. То есть, этот блок придется полностью тут снимать, разбирать. Хотя, продувка и EGR, они между собой никак не соединяются. То есть, этот клапан не имеет ничего, кроме самого клапана, трубки и вот этого насоса, по идее. Так что, вот такие дела.